Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Актуальное интервью». Сегодня мы ее записываем на выезде. Мы находимся в городе Усолье-Сибирском, где завершился гастрольный тур спектакля «Любовь и голуби» режиссера Василия Мищенко. А вот каким он получился, как встречали зрители, мы узнаем у артистки театра и кино Марии Голубкиной. Здравствуйте, Мария Андреевна! Мария Андреевна, мы вас поздравляем с кончистенцией гастрольного турнира. Как силы еще остались? Конечно, а как же! Ну вот расскажите все-таки, если так проследить, чем дальше от МКАД? Как воспринимал вообще зритель? Как воспринимал зритель в Чите, в Улан-Удэ, в Иркутской области? Ну вообще, так как эта пьеса написана местным жителем Гуркиным из потелка Черемхова, и, собственно, мы первый раз с этим спектаклем здесь, и интересно было посмотреть на реакцию в Иркутске и дальше, и чем ближе. Сегодня мы играли совсем в 70 километрах от Черемхова. Сегодня просто нам что-то кричали вообще из зала, прям ура, спасибо и так далее. Конечно, у нас всегда очень хорошо принимают, потому что пьесу любит народ, благодаря фильму. И вообще у этой пьесы она вошла в книгу рекордов Гиннесса, вот эта пьеса «Любовь и Голуби». Ее больше всего из советских пьес, и ее больше всего ставили в русском театре, в советском. То есть, начиная, ее написали в 80-м году, он писал Гуркин, и вот лет 10 назад она уже вошла в книгу рекордов Гиннесса. Так что по самой ставлимой мысти. Но на самом деле кричали, воспринимали на ура, потому что вот эти вставки, которые, ну, вы специально, наверное, так в город, в каждый впрели, я имею в виду, там, Иркутск. Нет, это написано так. Так написано, это из пьесы. Ну, то есть, это же пьеса про Черемхова. Ну, да, совершенно. Ну, вот, про то, что происходит. Ирка, то есть, Людка из Иркутска, потом она замуж вышла и там живет. Так что все вот просто здорово, что мы добрались сюда. Мы, на самом деле, и в Перми играли, где родился Гуркин, а потом уже переехал в Черемхово. И мы играли еще даже в день смерти Дорошины Инны. То есть, как-то так совпадало все, что, в общем, мы уже играем в этот спектакль 7 лет. 7 лет. Вот я хотела спросить, сколько вы играете в нем? Как вам роль в жилищине? Ну, я, на самом деле, я играю в этом спектакле Инатьку Кузякину. И вообще, я мечтала об этой роли, да. И вот я, последние два года, вот, я еще попросилась на бабушуру, потому что мне стало интересно это сделать. И бабушуру играет Раиса Ивановна Рязанова, Таня Догелева, Таня Орлова. И с такими замечательными партнершами я у них все покрала, все их приемы. Вот, и так что у меня, так говорится, собирательные, от прекрасных актрис. Надю, конечно, играть потруднее, ну, в смысле физически. Бабушуру веселее и легче. Поэтому, когда сложные гастроли, вообще прекрасно. Замечательно. Можно эти гастроли назвать сложные? Сложные, конечно, потому что шестичасовая разница или пяти с Москвой, да. И, конечно, это сложно всегда физически, безусловно. А как? А вообще, если говорить о гастролях, насколько, ну, скажем так, любите вы вот этот момент, выезжать, насколько по региону, что называется? Я люблю. А это больше вот что? Возможность попробовать себя на каких-то вот таких... Нет, ну мы это называем все оплачиваемый туризм. Потому что все, кто сидит дома, а мы ездим по всей стране, и мы как раз, именно мы знаем, что происходит в стране. И, кстати говоря, нами надо пользоваться как специалистами, потому что, когда те, кто сидит дома и дальше как-то не уезжает, начинают рассказывать, как, кто, где живет, и что только в Москве, значит, а везде все, значит, разруха и раз... Это не так, я могу сказать. То есть совсем не так. Мы живем всегда везде в очень хороших гостиницах, у нас бывают очень хорошие площадки. Это не значит, потому что мы какие-то особенные. Нет, абсолютно. Мы едим, замечая, вчера, спасибо большое, был прекрасный ресторан на Байкале. То есть я не ожидала. Прямо для Москвы это было бы круто. Ну, просто неожиданные рецепты и так далее. И я могу сказать, что мы как раз наблюдаем за тем, как живет наша страна, и нам это очень нравится. А я просто люблю уезжать из дома, потому что ты знаешь, что на гастролях тебя никто не тронет. То есть никто тебя не выдернет никуда, никто тебе не скажет, давай, что-то беги, что-то делай, или там что убери, прибери. Ну, то есть, короче, вся бытовуха заканчивается, и потерпеть там в поезде ночь – это просто отдых от, так сказать, беспокойств московских. То есть ты знаешь, даже если ты кому-то что-то должен или что-то должен сделать, то ты знаешь, что эти пять дней я занята. Поэтому ты отдыхаешь, да. Ну, и гастроли – вот, наверное, такая хорошая возможность действительно увидеть нашу огромную, безграничную, бесконечную родину на самом деле, и увидеть, как живут регионы, в том числе, что называется, за Уралом. Ну, да, да. И вот я как раз хотела спросить, но вы же не в первый раз. Вы в первый раз были на Байкале? Я не была на Байкале, и, кстати, очень хотела съездить на Байкал, а как сказать, как сказать, живут за Уралом, я могу сказать, что для нас гастроли зимой за Урал, для меня лично, очень для меня позитивно и здорово, потому что вот вчера Андрей сказал, вот, говорит, возвращаешься из Анапы, типа в Иркутск, и думаешь, вот, как осенью, значит, как все не то, не те деревни, не те, я говорю, слушай, я говорю, ты в Москве не жил. Я говорю, из Урала возвращаешься зимой, темное небо, а здесь всегда светло и солнечно, и зимой тоже. Поэтому я говорю, какие деревья, у нас деревья такие же, как у вас, только еще солнца нет. Поэтому, а мороз за Уралом, это вообще прекрасно, потому что хоть ударил мороз, лег снег, и нормально ходишь, да, а у нас, между прочим, температура за один день, может быть, от минус шести до плюс шести. Так что это жесть перепады, всякое состояние все время, полусонное, голова болит, темно, поэтому здесь за Уралом как раз жить-то очень клево. А загорелые какие-то на Байкале, эти извозчики, на этом самом, они там на этих катерах, на воздушных подушках катают людей, они загорелые, как альпинисты. Мария Андреевна, тем не менее, несмотря на все эти перепады и уже такой достаточно плотный гастрольный тур, вот сейчас уже завершающий был спектакль, великолепная игра, конечно, и в очередной раз просто хочется выразить вам слова благодарности, восхищения. И вы знаете, вот, ну, если бы такой вам вопрос задали, вот, допустим, Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская область. Вот что основное, может быть, какое-то впечатление такое наиболее яркое вы для себя вот из этого такого гастрольного тура, туризма в том числе, да, открыли? Что особенно вам запахнет? Ну, в первый раз на Байкале это очень здорово. Конечно, хотелось бы на подольше, так сказать, приехать, но мне хотелось попасть сюда и просто хотя бы посмотреть. Вот это получилось. Ну, и как обычно, как везде, я выспалась, отдохнула, потому что сплю я весь день, и здесь есть эта возможность, в гостинице это вообще очень хорошо. Никто нигде не стучит ничем, не гремит нигде, ни что там жизни никакая, пришел, лег в номер, и лежи себе. Из-за тебя еще все уберут, все сделают, все вещи разбрасывают, какой кайф. Ну да, местную рыбу увидели. Местную рыбу съели. В лицо посмотрели. Хариус в лицо посмотрели, да, обязательно, потому что я Хариуса до этого живьем никогда не видела. Посмотрели на Хариуса. Приобрела варган и буду теперь варганить. Вы ведь еще и преподаватель в Институте театрального искусства, да, мастерская как раз-таки Мария Голубкина. Я вот хотела такой вопрос вам задать. Вот, ну когда-то вы сказали в своем интервью, что вот театр, наверное, вот такой прям мощный и сильный, вот такая игра актеров, но вот к концу 80-х годов, вот он, вот до конца 80-х годов, вот он прям гремел, да, русский театр, что называется. А я вот хотела вот спросить, вот сейчас вы, работая с современными, будущими, может быть, да, актерами, видите вот эти вот зачатки больших, там, не знаю, в будущем Качаловых, Мироновых, Ширвиндов, вот как вам? Ну, это никто не знает, во-первых, во-вторых, ну, я могу определить, так сказать, что у человека есть какие-то возможности, способности. Они часто могут быть и не очень крупные, все зависит от того, сколько он приложит усилий, от степени его желания заниматься этим. Как сказал один наш педагог, он сказал, талант – это обучаемость. Поэтому, если они обучаемы, а тут я ничем помочь не могу. Я могу научить, но только в том случае, если у тебя есть способности воспринять то, что я говорила. Ну, и не только я, и наши педагоги. Если бы одна я была, да, тогда, может быть, вопросы. А так у нас педагоги хорошие, есть разные варианты, мы говорим об одном и том же, разными словами, может, дойдет. Вот. И, а посмотрите, русский театр, он никуда не денется, знаете, как. Вне зависимости от того, какие там нынче студенты или какие сейчас люди, все равно будут в русском театре всегда появляться неожиданно там и здесь. Не знаю насчет Качаловых, не знаю, Качаловых давно не было, буквально со времен Качалова. Был же Борис Ливанов, а потом уже, так сказать, вопросы были. Уже остальное было труба пониже и дым пожиже. Вот. Ну, степень вот заинтересованности в своей работе. И потом я могу сказать, к 50 годам я могу сказать, что это работа все-таки в театре. Это служение. То есть это как в армии, не скажу, что как в церкви, ну, в смысле, там не мельпомене мы служим, а в смысле, на это надо тратить все время, силы и быть готовым к жертвам, собственно, ради этого. Я имею в виду не в плохом смысле, там, давайте всем пожертвуем, там, детьми, родней. Нет, а своими силами, и так сказать, ну, как в спорте, да, что вы, ну, и в том числе в армии, да, вы должны встать и пойти, вне зависимости от того, надо вам это, хочется или нет. Вот и все. И тогда у вас что-то получится. То есть это надо делу служить. А в ином случае ерунда какая-то получается. Театральное образование должно быть таким масштабным. То есть это не просто, да, это еще и посещение обязательно студентами. Я, насколько знаю, что вы их и вводите, и в театры, понятно, да, в музеи, там, на оперу, на балет, читать классику, безусловно. Ну, такой вопрос вам. А вот для вас, например, ну, вот в классике, вот кого вы особенно так вот выделяете? Ну, если уж мы говорим о театре, то, конечно, Островский. Самый главный. Да. Катерина. Ну, и не только Катерина, да. Одна из любимых в наших ролях? Да, 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 да. Так что, ну, вообще, Островский, слава богу, он написал столько пьес, что нам хватит. Какие гастроли впереди, насколько они, скажем так, чисты, и вот расскажите на... Так думаю, что в этом сезоне уже до, уже как бы, нет, я уже куда-то не поеду, да, я в Москве играю в театре армии, так что 2 мая у нас капитанская дочка, 26 у нас женитьба Гоголь, вот, и 26 мая. Так что вот. Все, кто будут в Москве, милостивые? Велком. Да, это театр армии. У нас большая сцена, самая большая сцена в Европе, на капитанскую дочку приходите на большой сцене, не пожалейте. Мария Андреевна, спасибо вам большое. Спасибо.